Когда хоккейный железный занавес пал, за океан рвануло большое количество советских игроков. Многие пришлись ко двору, многие не снискали никакой славы, а кто-то стал настоящей суперзвездой, которую очень ждали и надеялись заполучить в свои ряды. Одной из таких звезд был Павел Буре. Он стал одним из тех, кто начал менять представление североамериканцев о хоккее. Скорость, техника и интеллект стали котироваться выше грубой физической силы. Давайте сегодня вспомним то, как играл великий мастер Павел Буре. Фоксы, мы запускаем свою страницу на сервисе Boosty от команды Donation Alerts. В проекте, который позволяет оформить подписку на авторов контента и получать от них эксклюзивные материалы. Вы привязываете карту и сумма, которую вы выберете, будет списываться ежемесячно. Взамен уникальный контент от нас. Пока мы запускаем два уровня подписки. Лисенок за донат 100 рублей в месяц и Лис за 300 рублей в месяц. Все спонсоры первого уровня получат доступ к закрытым постам, а также будут упоминаться в видео. Второй уровень получит все плюшки пакета Лисенок, плюс возможность участия в выборе тем для наших видео, доступ в закрытый чат, предпремьерные показы и многое-многое другое. Сейчас на нашем Boosty уже выложены эксклюзивные фотографии из наших поездок на турниры и пост о наших планах и ближайших темах. Кстати, если вы тоже занимаетесь творчеством, то Boosty может помочь и вам. Будь вы ютюбер, стример, музыкант или художник, неважно, этот сервис подойдет каждому, кто хочет делиться своим творчеством. Устанавливайте цель, на которую вы хотите собрать деньги, настраивайте уровни подписки и придумывайте награды, которые получат ваши фанаты. Сервис максимально удобный и выгодный. В вашем распоряжении масса удобных инструментов, вроде создания закрытых чатов в Дискорде и Телеграме и личных сообщений автору. При этом комиссия чрезвычайно низкая, всего 10%. На Boosty есть даже реферальная программа. Приглашайте в проект творческих людей и в течение года получайте 5% от их дохода. И да, в отличие от других подобных сервисов, Boosty доступен в России без ограничений. Так что заходите на Boosty, регистрируйтесь и пробуйте платформу в деле. Ссылка в шапке профиля и внизу под видео. Поддерживайте наш канал на Boosty и получайте самый крутой контент от Foxy. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Воспитанник ЦСКА, он уже по юношам показывал высочайшую результативность. Будущее советского хоккея связывали с тройкой буре Федоров-Могильный, которая блеснула на молодежном чемпионате мира 89-го года. Но Могильный сбежал в НХЛ, а вскоре и не стала такой страны, как СССР. А сборная России в 90-х была совсем не такой, как нам бы хотелось. Скауты всех команд НХЛ очень хотели заполучить Павла, но в те времена были реальные сомнения в том, что советского гражданина отпустят за океан. К тому же не все верили в то, что Буре имеет право выходить на драфт все в том же 89-м году. Менеджмент Ванкувера подсуетился и раздобыл доказательства того, что все законно, и выбрал Павла Буре под 113-м номером. И понеслась! Буре получил прозвище «Русская ракета». Скорости, на которых он обходил соперников, были просто феноменальными. Результативность была бешеная. В итоге он выбил полташечку в пяти сезонах, в двух из которых достиг отметки в 60 заброшенных шайб. Босс и Канакс были в восторге от новичка. Особенно в первые сезоны. Выигранный Колдер, ярчайшая игра и невероятный интерес болельщиков. Логичным итогом стало попадание в финал Кубка Стэнли 1994 года. Во втором овертайме седьмого матча первого раунда против Калгари Павел Буре сотворил вот этот шедевр. Неплохо для решающей шайбы. Как у каждого гения, у Буре была и темная сторона. В следующем же раунде Павлу дико не понравилось, что игроки Далласа его постоянно цепляли. Ответ прилетел такой, что за голову схватились все. Этот грязный прием даже окрестили матерью всех локтей. Такого от суперзвезды не ожидал никто, но в суровые девяностые к подобным моментам относились попроще. И Буре продолжил серию. К сожалению, победить в финале того розыгрыша Ванкуверу не удалось. Болельщики надеялись, что это было лишь начало большого пути, но наши ожидания вновь были лишь нашими проблемами. Команда не могла пройти далеко в плей-офф, а сам Павел начал страдать от болей в коленях. Травмы стали преследовать русскую ракету по пятам и отобрали одно из главных преимуществ – скорость. Да еще и с менеджментом из-за контракта Буре подсапался. В общем, полный набор. Отдельной строкой стоит сказать про вот этот гол. Под конец своей карьеры в Ванкувере Буре выдал шедевр, достойный всех возможных чартов и топов. На сумасшедшей скорости Павел сделал финт «Клюшка-конек-клюшка», чем привел в замешательство вратаря соперников и в экстаз своих болельщиков. Так могут только настоящие гении от хоккея. Дальнейшая карьера во Флориде была яркой, но недолгой и также безуспешной с точки зрения командных побед. Но технику и светлую голову не спрячешь. Прекрасные проходы, обыгрыши, хет-трики и даже покер – все это было в солнечной Флориде. Русская ракета стартовала ярко, но нужные ступени отделились слишком рано и до самых вершин он не долетел. В сборной России Павел Буре показывал себя настоящим лидером. Серебро и бронза Олимпиады говорят сами за себя. Но вот это индивидуальное представление в полуфинале против финнов в 1998 останется в памяти на века. Пять голов закинул северным соседям Павел Буре. Такого доминирования на хоккейной Олимпиаде после него уже никто не демонстрировал. Павел Буре провел достаточно долгую и очень яркую карьеру, но все равно осталась какая-то недосказанность. Хотелось, чтобы такой мастер играл больше, играл дольше и набирал очки еще чаще. Но травмы и соперники оказались сильно против. В любом случае карьера Буре удалась. И самое главное, он принес много радости болельщикам и вдохновил целое поколение ребят заняться этим чудесным видом спорта. На этом все. Пишите в комментариях, каким вы запомнили Павла Буре. А если вам понравилось это видео, ставьте свой ракетный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока.